День с толком Ветер, который сносит крыши, остановки и валит деревья. В Крае устраняют последствия урагана. Для тех, кто не может отпроситься, в поликлиниках Края решили продлить время работы. Более двух тысяч вакансий. Кого сегодня ищут алтайские работодатели? В Алтайском крае восстановили электроснабжение на основных электросетях. Напомним, за минувшие сутки шквалистый ветер оставил без света 4000 человек. От ветра, который местами достигал 38 метров в секунду, пострадали 23 района края. Ураган снес опоры на линиях электропередач. Десятки домов и 25 социально значимых объектов остались без света. Дольше всего обесточены были жители Белокурихи и Ильцовского района. В компании Россети Сибирь сообщили, что на данный момент все неполадки устранены. Дали. В 12 часов уже, в 11 часов свет горел у нас ночью. Устранили. Тут на одной улице было, но сейчас вестники работают, уже все устранено. Свет везде есть. Ветром ее просто-напросто все свалило. Смотрим, какая ель большая. А вот в Белокурихе с корнем вырвала огромную ель. В Бийске и Заринске та же история. Причем в Наукограде дерево перекрыло движение на дороге. В комментариях горожане шутили, что дерево можно нарядить и поставить на центральную площадь для празднования Нового года. От урагана пострадала и краевая столица. Ветер перевернул остановку и срывал деревья. Сегодня синоптики прогнозируют относительно спокойные порывы ветра до 14 метров в секунду. Программа «Молодые семьи» в городе работает недостаточно эффективно. Многие выпадают из очереди, что называется, по выслуге лет, так и не получив заветного жилищного сертификата. Это толкает отчаявшихся людей в руки мошенников, которые обещают помочь буквально перепрыгнуть в начало очереди. Как не податься соблазну, расскажет Андрей Дреер. Молодые семьи бьются за право получить жилищный сертификат от государства. Вот и на прошлой неделе общественные слушания по этому вопросу не обошлись без скандала. Город выделяет слишком мало средств на реализацию программы. Об этом хорошо знают мошенники в интернете. Присылайте ксерокопии паспортов и свидетельства о рождении детей. Остальное мы сами сделаем, чтобы вас признали экстренно нуждающимися. Так, мошенники предлагают, цитата, не терять лишние года, приносить документы и деньги. А их грамотные специалисты помогут преодолеть очередь. Татьяна Абашина, участница программы «Молодая семья», попыталась вывести мошенников на чистую воду. Я ей пишу, что как такое вообще возможно, пишите подробнее, потому что понятия экстренно нуждающихся в целом, в принципе, нет. На что она поняла, что я ее развожу просто на разговор. Она меня забанила, удалила переписку, все. За перемещением в очереди мошенники требуют 15% от суммы сертификата. Важно, оплату просят принести уже после того, как семья получит документ. Такое многих подкупает. Но, как уверяют ответственные за очередь чиновники, это ловушка. Человеку говорят, что вроде бы по факту оплата будет происходить после получения сертификата на руки, но во время якобы своей работы мошенники тем либо иным способом вынуждают молодые семьи на привлечение определенных рода сумм. За последние только два года двух людей были осуждены по статье о мошенничестве и на сегодняшний момент обывают свои срока. По официальным данным, в этом году сертификаты получили 134 барновольских семьи. Не так много, учитывая, что в очереди их больше 5000. Но все же, соглашаясь на условия мошенников, вы можете потерять не только года, но и деньги. Андрей Дреев, Алексей Фризин. День с толком. Поликлиники Края теперь будут работать с 8 до 8. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения. Соответствующий приказ уже подписан. Также предполагается, что на выходных и в праздники поликлиники будут открыты до трех дня. Изменения в графике пока касаются только организации, оказывающих первичную помощь взрослым. Детские больницы продолжат работать в прежнем режиме. Считается, что после таких перемен жителям Края не придется отпрашиваться с работы. На прием они смогут прийти вечером в удобное время. Кроме терапевтов, вечерние приемы должны быть обязательно предусмотрены минимум раз в неделю для узких специалистов и для кабинетов профилактики. Как к этому отнеслись врачи, расскажем в ближайших выпусках. Вернуть вытрезвители предложили федеральные законотворцы. Они готовят поправки в закон о полиции, которые позволят регионам открыть спецучреждения для тех, кому нужно прийти в себя. Мы решили спросить у барнаульцев, нужно ли вернуть в город вытрезвители. Нужны ли вытрезвители у нас сейчас, как раньше были в советское время? Наверное, нужны. А вот зачем? Ну, чтобы иногда некоторым помочь как-то физически, чтобы они не валялись, где попало. Сейчас, если вытрезвители, открывать полгорода вытрезвители будет. Поэтому не знаю. И то, что вытрезвители, надо вообще строго к этому относиться. Поймали на улице пьяного, отмочили хорошенько, и еще вытрезвители его. Сейчас увозят в больницах, обслуживают. Платно. То есть не нужно лечить? Я считаю, что нет. Нужно ли куда-то специально пьяных помещать или нет? Да можно, чтобы они вылечились. Можно. Тем временем сейчас пьяных, буйных или спокойных, которые не в состоянии добраться до дома, полицейские привозят в токсикологическое отделение 11-й горбольницы или в наркологию. Здесь любители вечеринок и пьяных посиделок проводят сутки, трезвеют и уходят домой. В день с вердиктом сильное алкогольное опьянение в отделение могут доставить до 50 тысяч человек. Какие трудности возникают у врачей при работе с таким контингентом? И нужно ли возвращать вытрезвители по советскому типу? Расскажем подробнее в вечернем выпуске новостей. Тысячи жителей края сегодня получат возможность найти работу по специальности или с подходящей зарплатой. По всему региону весь день на десятках площадок проходят ярмарки вакансий. Наш корреспондент Илья Кочетков побывал на самой крупной из них и узнал, как сегодня обстоят дела на рынке труда. 80 компаний, более 2000 вакансий – это только на одной площадке в Барнауле. Всего же по краю сегодня всем незанятым предложат более 5000 свободных мест в самых разных областях. При этом отмечают организаторы особенность последних лет – то, что наряду с безработными обращаются и те, кто хочет улучшить свои условия труда. Процентов 40 посетителей – это занятые люди, которые ищут альтернативные варианты трудоустройства, подработку или хотят сменить место работы. У нас, кстати, здесь есть площадка формирования банка высококвалифицированных работников. То есть мы ведем такую базу, в которой примерно 70% как раз занятых людей. То, что рынок труда переключается на работников с высокой квалификацией, подтверждают и в Министерстве труда края. По данным экспертов, если раньше требовались в основном сезонные, черно-рабочие, то за последние два года акцент сместился на специалистов высокой квалификации с большим опытом. Высококвалифицированных юристов и высококвалифицированных экономистов. И когда говорят, что невозможно трудоустроиться даже молодому человеку, то тогда приходит служба занятости и помогает ему пройти стажировку, либо временные рабочие места создаются. При этом в целом, отмечают в управлении, в среднем на 7 вакансий сегодня приходится 10 заявок. То есть дефицит вакансий небольшой, но есть. Для самих же соискателей ситуация и подавно выглядит не так радужно. Хуже всего представителям профессий, которые уходят с рынка. Грустно. Я ищу менеджера проектов. Специфическая такая, скажем, специальность. Я проработал, грубо говоря, в банковской сфере. А сейчас оттуда, грубо говоря, IT уходит. То есть все переходят на аутсорс, заключают какие-то контракты со сторонними компаниями, сокращение массовое и так далее. Также, признаются участники ярмарки, не все даже опытные работники могут найти место с достойной зарплатой. Ищу работу руководителя, потому что у меня очень большой стаж руководителя. Сколько вы запрашиваете, сколько предлагают в среднем, ну хотя бы порядок цифр. Очень маленькие зарплаты. До 18, до 20 тысяч, но это же не заработная плата. Более радужно на будущее смотрят молодые, пусть и неопытные специалисты. Например, с высшим экологическим образованием можно рассчитывать на зарплату от 40 тысяч. Сейчас больше берут молодых специалистов везде, чем более в возрасте, потому что, ну как бы смысла даже нет. В целом, уверены организаторы ярмарки, по меньшей мере половина соискателей сегодня, скорее всего, найдет подходящие предложения. Тем же, кому не повезло, предлагают не отчаиваться и по возможности идти на курсы, получать новые профессии. У таких работников, заверили нас, в любом случае шансов получить работу больше. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком. Резкое изменение погоды ожидается на Алтае. В край идет похолодание со снегом. Но, если верить прогнозу Алтайского гидромедцентра, мы еще успеем ощутить последние теплые дни в этом году. 1 ноября днем воздух в некоторых районах края может прогреться до плюс 18. А вот уже на следующий день, 2 числа, ожидается понижение температуры в связи с прохождением холодных фронтов. Возможно, снег, ветер, минусовая температура. Какой будет погода сегодня, узнаете через несколько секунд. Далее прогноз погоды. Спонсор показа – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях. И хороших вам новостей!